Русские перцы Русские перцы Русские перцы Русские перцы Было нормально вообще? Происходит? А что где нас не с вами походите? Даже жизнь спит пока что-то Да Блин как круто Как красиво Какое солнце офигенное А что остальные где нету? Мне кажется максимум за ближайшие 10 минут мы дождемся Женю Не я сейчас спят с Тимуром На хер пойдем сжирать Надо разбудить Давайте просыпайтесь Ты хотел вставать уже еще и завтрак Завтрак уже вставить Ронс Нормально Ну я не расстроен что Ну ты понимаешь Терялся поддержку Да Я не знаю Я не знаю Я не знаю Я не знаю Мы с Женей проснулись в одной кровати Это получилось Вроде бы и случайно Вроде бы и не специально Мы пошли с Женей поговорить Ушли на гамаки И когда вернулись Тимур с Дианой спали так Что Жене некуда было Просто даже положить Вот я сказал Жене пойдем спать ко мне И Женя пошла со мной Просто я прекрасно понимал Что у Жени в голове О том что я ей нравлюсь О том что она не доверяет мне И Но в итоге она не доверяет Чеснение Диана присыпает Сперми пусть Никогда перестал Лютая Диана здесь Пришел Ирис dubbed Сразу Подожжение Grad Люди из тахарко да ладно теперь отлично понятно все у него больше нет насти у него больше нет тыла нужна новая жертва это жертва на жене вчера когда мы вечером лежали я пришла к жене она мы немножко выпили но она была такая сильно вот и она мне действительно на ушко гордян типа он не реально очень нравится вот как можно там за два-три дня вот а хомутать девушку так чтобы она реально вот влюбилась это действительно это самый умный и самый хитрый здесь человек я считаю став давай сатанчик вставай мне везде комфортно я бы с ней ужился бы легко все ее повадки вещи и то что она там злиться кричит я ее подкалывание это все просто умиляет мне не вызывает в этом отвращение там еще очень то что там долбануты мне реально это вот раньше это странно казалось час и привыкли потому что морен добрый кстати связь добрый убью доброе утро я прям так и делаю думаю что я не раньше придет вот и же исполнишь вот и женька доброе утро доброе утро и с кем ты сегодня спала составу я сегодня за завтром к жене забежала и сказал что да она ночевала состав у меня никакой реакции не было вообще никакой я не удивлена если честно что они ночевали вместе я прекрасно понимаю что как бы став добивается своей цели любым путями он может и по головам пройтись тимур с дианкой спали а что сегодня ты спал женщиной да ладно прикинь оставьте жене спал а как же снег рокировочка рок-н-ролл ту-ду-ду-ду что может быть лучше что может быть хуже ой ой клево как можно девчонки каждая из вас здесь не навсегда соберите свои вещи до начала церемонии для кого-то идеальный каникул закончится этим вечером оракул пережили голосование еще вещи собирать да боже мой кто уйдет сегодня да хрен знает ром кто уйдет вообще непонятно посмотрим что будет мучить не рано потому что я сейчас не разговаривал я здесь не собираюсь не играть вот там все подозреваете хорошо за кого-то выше системе будет с романтику зачем мы посмотрим как все вечером ведешь и деньги не могут лишь общаться такими людьми не просто выносит мозг просто не могу сидеть ажеду с ней просто есть не только могу опять-таки быстро все поменялось то есть ты бы с ней даже не замотанул не мотанул в смысле не замутил это для одного только для жарки это для жарки да ты? да она же сказала здесь не будет трахаться ну и все я начну и дальше домой езжай домой ты выйдешь за Демидой и Габи тоже выйдет за Демидой и Габи едет домой вот и живем до вечера там все видно будет пошли сам если не уйду пойдешь? нет ну ты говорю я бы их вообще и нас сюда бы мы сегодня отправил бы вообще легко я смотрю тебя как-то знаешь как безразличный уйду и не уйду я ты же не из жизни уйдешь но все равно я не хочу уходить отсюда я тебе говорю что тоже не хочу я просто варианты рассматриваю чтобы туда остаться вот и все я просто предполагаю разве что я варианты все продумываю ну вообще я и других вариантов проявляю того что ты взаимно за мной выйдешь и больше вообще не имеешь никакие ну а ты чего предполагаешь что у нас ну просто вот сейчас как положат руку снатерцем могут быть отношения я не знаю но я думаю что возможно но у меня устраивает все что как сейчас происходит правда мы живем с тобой вместе мы с тобой разговариваем я действительно хочу тебе по 100% доверять чувствовать от тебя поддержку мне нужно 100% доверять что ты выберешь по любому расслаблению я не помню я не помню я не помню что там ну просто все трубы там обману не договаривали но когда это человек сжигает машин между собой в одной комнате и делишься в полости это совсем другое Ужасное взаимоотношение с Настей у нас сейчас, честное слово. Как бы я ни старался, как бы я ни подходил, как бы я ни пытался там приобнять или что-то, она избегает. Она избегает напрочь. Я не понимаю ничего абсолютно, я не знаю, что творится у нее в голове. И что вообще она хочет. Хотя она мне говорит, что да, у нас все хорошо там, мы с тобой общаемся, у нас все продолжается, у нас все идет какое-то развитие, все идет плавно. Я Кирилла могу рассматривать как молодого человека, но пока я точно ни в чем не уверена, потому что мне вот эту обиду нужно пережить после прошлых моих отношений, что там мы разошлись со стафом, а потом все будет видно. А вы знаете, что я вам скажу, сегодня я пообщалась с Диной у себя в комнате, и честно сказать, Дина выдвинула какую-то такую свою своеобразную идею, гипотезу о том, что, быть может, Став специально договорился с Настей, чтобы они типа расстались, что у них типа такое расставание, что он типа начинает мутить Женей, и на голосовании выходит за него Настя и Женя, и он выбирает эту Настю, и Женя просто сливается. Может быть и в правде такой. Я вообще, все ребята там, ну потом сами все, видите, вообще никаких муток нету, абсолютно. Абсолютно. С моей стороны. Снежана, ты с нами больше всех общаешься? Да. Нет, ну в Диной. Ну, все равно меньше. Нет, вот так, чтобы мне и с девочек кто-то прям нравился, а ты и Дина. Если у меня будет иммунитет, я не знаю... Кого выбить из девушек? Да. Да, расклад-то, ну, в принципе, выбить всех, кроме Насти. Кто-то есть. Ну, потому что вы с Настей нормально так общаетесь, да? Да. А Настя, наверное, была бы благодарна, если бы ты выбила Женю. Ну, конечно. Это реально круто было бы. Да. Сука, Кирилл теперь меня бесит. А что он сейчас сделал? А смотри, какие планы-то строят, всех потихоньку стареньких отсюда вышибить. Слушай, Дина, реально, захоти мы, мы бы тоже могли это сделать. Реально, каждый может придумать какой-то, просто там, за кем-то там начать там. Да просто дать кому-нибудь, да им дал, они уже там. Да просто, знаешь, вот если бы реально нужна была игра. Ну, ты хотела бы Снужану остаться? Чего? Остаться здесь. Что, сумасшедшая, что ли, выиграть хочу? Ага. Остаться хотела бы? Нет, мне можно сразу лям отдать, я пойму, в принципе, так-то. Ну, еще неделю. Я конкурс сразу полечу, как бы так-то, вообще крыльцами. Нет, ну, просто мне силу, допустим, вот он не хотел. Там еще были ребята, они не хотели. Нет, я пришла выиграть. Поэтому, хочешь, если ты остаться, вы просто... Нет, мне все. Ладно. Мне как будто бы просто... Реально, прикинь, взяли листочек и ручку, пошли составлять расклад. А что ты взяла, что они пошли составлять расклад? Как они рисовать пошли, что ли, вдвоем? Все с Настей и... Снег. Ну, зачем двум девочкам листочек и ручек? Я же не буду в чехарду играть, в балду. О, все, я сделаю. А когда ты... Родила. Да. Стык у меня, стык. Стык? Стык, шелчек. А Снежана, ты вчера с ней общалась? Слушай, я ей... Вчера, я просто, когда она пришла, я начала улыбаться. Привет, ля-ля. Я вижу, что за глаза она, может, меня там такими пересылают, что я там какая-нибудь... Ну, типа, она такая вся. Типа, такая мегаухоженность, с этими ногтями, бровями, губами. Ну, я пошла на... Шея 25, 26, стопудово. Я реально ей 23. Нет, она, наверное, не сосет. Ну, не шлюха. Думаю, вот реально. У меня такая мысль, потому что она не сама бизнесом занимается. Я думаю, что реально у нее есть мужчина, который ее содержит. Красиво, вкусно. Ром, ты можешь устроить новую работу. Язык знаешь их, короче. Готовить умеешь на огне. Это же я Диана. А чё Диана-то сразу? О, Диана-то. А почему Диана сразу? Зах*** реально, ребят. Чё за расизм-то? Диана, я вижу разум. Ну, блин, ну, это реально. Диана, я просто... Хорошо, корову пожар, всё будет хорошо. К чему это просто было сказано? Потому что, типа, я не русская, и поэтому... Почему я тоже не русский, Диана? Ничего не русский. А почему тебе не нравится это? Да потому... Ну, это твои проблемы, твои комплексы. Борись с ними. Можно шутить. Я тебя что, оскорбил, твою нацию? Что я сделал? Ну, ты этим самым оскорбляешь меня. Что, я оскорбляю твою? Да, ты как у меня, как у меня... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пойдем наверх сядем, в тенек. Расскажи, как ты вообще себя чувствуешь? Ну, сейчас как бы не легко, но потому что я с тобой рассталась, и я это переживаю. Просто мне хотелось бы сказать, что действительно, мне тоже непросто, я вижу, что тебе больно, да, и мне как бы хочется, чтобы ты не относилась ко мне как к какому-то врагу, да. Вот, я знаю, что тут, может быть, звучит глупо, но это действительно так. Ты что, к кому-кому, но к тебе я не смогу относиться как к врагу. Я про тебя ничего плохого не смогу сказать. Даже через какое-то время и назвать тебя там, я извиняюсь, козлом, или еще как-то, у меня таких слов не будет. Возможно, я был резок с тобой, я хотел бы извиниться перед тобой. И я сегодня выбор. Я понимаю, что у тебя есть опора в Кирилле, и ты прекрасно понимаю. Понимаю тоже, что он заинтересован в тебе. Но я не буду лукавить, и этому человеку абсолютно не доверяю. Можно на женском Настю отправить домой, она же хотела. Поговорить с ней о том, чтобы она вышла за тебя, а она Габи не очень приносит. Мы сказали Насте, что мы типа хотим отправить Габи домой, тебя на ***. Потому что это наш маленький секрет, который от твоих человек. И ты на голосование выходишь за Дмитрию. И плюс, и плюс ко всему. И она выходит вместе с Габей за тобой просто и все. Настя, извини. Я не хочу, чтобы уезжали люди те, которые не то, чтобы мне родные. Сейчас я выгляжу эгоистом и пытаюсь тебе что-то навязать. Они родные не только мне. И я не один, допустим, парюсь, уйдет Диана или нет. Женя, Рома, Тимур, я. Ну, четыре человека, которые точно переживают эту ситуацию, и не хотят, чтобы она уходила. Ты выйдешь за Демида. Ты выйдешь за Демидой, и Габи тоже выйдет за Демида. Габи уедет домой. То, возможно, со стороны ты может казаться глупо, потому что я там пытаюсь тебя сучить Демиду, когда у нас недавно были отношения. Чтобы отправить меня домой. У меня бы такие мысли. Если так получится, что там в России будем общаться, ну и хорошо. Как бы я могу поддерживать общение с тобой, правда. Мне там, не видя это одолжение, мне будет приятно, что когда-нибудь там, может быть, встретимся, я там приеду в Москву, ты будешь в Нижнем. И кто сегодня знает, что сегодня вечером будет? Все будет нормально. В плане, кто еще знает, что сегодня вечером будет? Да, доживем до вечера, там все видно будет. Больше не дергай, а то она, наверное, там чего сейчас плачет, да? Переживает. Вот она сидит перед тобой, что она плачет, переживает. Ну, не надо, не перетирайте там больше. Чего? Не перетирайте, говорю, это все дело. Чего не перетирать? Ну, это все. Мне и так больно, она видит, что вы там строите там. Слушай, ну, это наши отношения, и это фау. Я не спорю, я не лезу ваши отношения. Я просто тебе говорю о том, что о чем мы вчера перекинулись парой слов, и я абсолютно искренен, и абсолютно есть так, вот и все. Я тебе уже сказал об этом пару раз. Я понимаю, но я имею в виду, что в лишний раз ее не дергать, и так все тяжело. Ты сам это понимаешь, за то, что хотят то, что у вас было. Я ее не дергал. Я никогда не дергал и не дергаю. Это не то слово, которое применимо в отношении Насты. Жень, пойдем посидим, выпьем вина. Ну, конечно, я хотела... Что ты хотела? Так. Не знаю. Все обсудили, все расставили по местам, что и как. Ну, все. Не надо так... Я рад, что ты не сочеваешься. Что ты вспылил. Не, не, не вспылил, я подошел просто нормально. Дай кул. Чтоб тебя не дергали. Не, все, все, меня не дергают. Ну, все. Я рада. Наоборот, мне дали свободно теперь вздохнуть. Став действительно ухаживает за Женей только для того, чтобы здесь остаться. Ему нужен тыл. Ему нужен человек, который за него выйдет просто на голосование. Он добьется всего, что он хотел. Он очень хитер в этом плане. Но от Жени я как-то не ожидала этой тупости, если честно. Приятно, это, наверное, довольно банальное слово, но мне действительно очень приятно, что происходит так. Что происходит так, я расслаблен вполне. Ты уже выбираешь слова, так все и надо. Да, я расслаблен. От того, что ты принимаешь все это, у меня действительно, во мне становится чувств гораздо больше. Спасибо. Для тебя. Став, мне порой кажется, что ты говоришь что-то, а потом по-самому хочется. Мне кажется, ты говоришь как-то, ты думаешь, что ты будешь говорить. Я вот с тобой обычно общаюсь, ты как-то по-другому со мной общаешься. Ну, потому что ты езжал. Я там сидел с Настей. Вот сейчас было нормально. Это себя достал же придумывать всякие речи. Я последний п***. Говори так, как есть. Я последний п***. Смотри, смотри, а это не значит, что... Давай я буду так и знать. И сейчас сидим с тобой вдвоем на берегу океана. И я понимаю, что это все не случайно. Это все не случайно. Да на самом деле себя х**ная, скажи. Ну, не то, что матом надо разговаривать. Ну, и не слово там просто прекрасно, мегапрекрасно, как в сказке. Ну, как в сказке. Ну, реально очень красиво. Я бы обещала, что если у меня ему деду-друг, я бы обещала, что я не за Диану, не за Женю-другу. Она за кого-то меня. Понимаешь, если я в эту Диану, у меня за Ганояр здесь. У меня там поддержки никакой. Вообще никакой. Есть несколько, конечно, человек кандидатур, которые могут уйти. Это Настя, это Габи, это Диана. Я хочу, чтобы, ну, ушла Диана, но Диана не уйдет. Поэтому, ну, ты говоришь, я бы их вообще и Настю, и Габи бы сегодня отправил бы вообще легко. Просто никто давно вам не имел шею. Не знаете об этом? Спасибо. Настю Продолжение следует... 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 Собрала? Я еще у вас. Собрала. Дина, как женщина, она не привыкает, очень даже неплохо. Она как бы не хочет здесь заниматься сексом вообще в принципе на проекте. То есть для нее это стремно. Она целоваться-то вообще стесняется сама по себе. То есть в комнате это нормально происходит, а вот именно непосредственно в кругу компании она стесняется делать. Если так получится, что мы здесь сохраним пару отношений, то я больше чем уверен, что за вилой, за проектом у нас может что-то получиться. Ты прям изменилась, расцвела вся. Жанна злит в корне вообще. Я с тобой хотела на эту тему, ну просто какие там, какие твои мысли я хотела тебя узнать. Честно говоря, очень все странно и очень все спонтанно, потому что я вот правда, у меня вот нет такого, что я могу позариться на чьего-то. Ну вот на мужчину, на чьего-то парня. Для меня это было вообще большой неожиданностью. Но не буду отрицать, мне это очень приятно, правда. И ну прям... Он мне говорит, что я ему так понравилась, как девушка. И он мне так очень серьезно ко мне относится. Ну я понятное дело, что никакая там, опять же, моя любимая, ни косая, ни кривая, ни глупая девушка. То есть я могу понравиться, и понятно, что могу понравиться стаффу. Да, и поэтому он там очень старается мне понравиться, чтобы я там сошла сама. Он мне сам сказал, что Женя, тебе ничего не надо. Я такая... Что значит ничего не надо? Ну в плане, ну ты сама понимаешь. В плане секса? Да, да, да. Он такой мне говорит... А как так может нравиться девушка, а в плане секса ничего не нужно? Я говорю, я ему и говорю, то есть, я говорю, что ты мне ее лишь? Он такой, ну ладно. Поцелуи были хотя бы поцелуи. Так, ну я обнимаюсь. Щечки. Щечки. Щечки, ну просто чмоки, чмоки, ничего такого. Просто я, ну блин, ну конечно, я выделяю его, я конечно не так, как Тимон. Не, ну он не сущен, он меня так цепляет, безусловно. Не так, ну вот, предположим, ну, я не знаю. Я вот просто, я очень осторожна с ним. Я ему задаю всякие такие вопросики, всякие каверзные там. Какой у тебя самый яркий, там, курортный роман? Я думаю, все, если точно он сейчас скажет курортный роман, все точно, значит, он, ну, у меня хочется использовать там, чтобы как курортный роман. Он отвечает ровно то, что я хотела бы услышать. Скажи мне, а что Став говорит вообще? Что он тебе говорит? Он тебе что-то обещает или что? Став, ну конечно, Став мне говорит, что я ему нравилась как человек. И со второго, со второй недели он же начал проявлять симпатию. И там у меня спрашивают всякие вопросы, что я там, ну, наряжаюсь на всякие эти оракулы. Он, а ты вот, ну, вот в городе ты так же заморачиваешься? Потому что мне хотелось бы, чтобы моя девушка там могла выйти так же в джинсах со мной куда-нибудь в кино там или в клуб. Не хотелось бы, чтобы он как-то тебя запутал, испутал и всеми этими цветами, красивыми словами, потому что и поступками может быть, и там, и песнями. Потому что я вижу, что ровно неделю назад ровно эти же слова, ровно с такими же глазами он смотрел на другую женщину. Жанна, ухаживание, принимай ухаживание, я красивая, я самая. Спасибо тебе, мой дорогой, увидимся на церемонии. Хорошо, спасибо. Рада приветствовать вас на сегодняшней очередной церемонии выбора пар. Девушек у нас больше, чем парней, а это значит, девочки, что одна из вас сегодня поедет домой. Ну что же, у нас есть иммунитет. Я долго думала, кому же он достанется на этой неделе. И решила, что иммунитет сегодня я даю Насте. Ну, наверное, потому что ты здесь, что называется, сторожил с первого дня. Ну, а во-вторых, чисто по-женски, за все пережитые тобой эмоции я решил, что будет так. Я надеюсь, что ты воспользуешься этим иммунитетом не ради того, чтобы отомстить кому-то, а с абсолютно добрым, чистым сердцем сделаешь так, как ты считаешь нужным. Первый выбирает Дина. Ну, давай, Диночка, рассказывай. Почему Рома? Конечно. Ну, это, по-моему, очевиднейший выбор. Человек мне очень симпатичен, и я думаю, у нас с ним получится отношение. Ну что же, я очень рада. Габи. Я выбираю Демида. Моя пара здесь. Я человек безумно симпатичен. За последнюю неделю что-то изменилось? По отношению ко мне он действительно заботливый. Он мне уже становится родным здесь. Следующий выбор делает Диана. Это чувство или попытка спасти себя? Нет, 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 нет. Я действительно сделала выбор не для того, чтобы спасти себя, а просто потому, что я просто хочу действительно узнать этого человека чуть больше. Женечка, ты следующая. Рассказывай. Я выхожу за Става, потому что Диана встала за Тимой. И на самом деле, если бы она не встала за Тимой, я бы встала за Тимой. Просто дело в том, что мы сейчас только со Ставом общаемся, и я принимаю от него ухаживание. И мне приятны они. Мне искренне приятно, что Женя доверяет мне. И я бы хотел сделать маленький подарок. Это что такое? Это бусы. Спасибо. Тебя не смущает, что Женя сейчас при всех сказала, что она бы выбрала не тебя, а другого? Нет, не смущает. Меня смущает, что иммунитет в руках Насте. Ты боишься мести? Если она сейчас выйдет за мной, я уеду домой сегодня. Хорошо, Снежана, у тебя есть один свободный парень, но ты можешь рискнуть и выбрать занятого, поиграть с судьбой. Почему Кирилл? Я должна остаться здесь. Это мой главный аргумент. Кирилл свободен. Я знаю, что у Насти нет отношений с этим молодым человеком. Пока. Я сейчас обверяю свою судьбу полностью Насте. Ну что же, перед тобой пять пар. И своим выбором ты не просто выбираешь парня. И как все мы понимаем, своим выбором ты отправляешь одну из девушек сегодня домой. Ты можешь размышлять вслух, и это будет здорово. Вы думаете, я такая спокойная девочка, которая оказалась без молодого человека? Что я успокоилась, не задаю больше никаких вопросов никому. Стала серой мышкой. На самом деле, я хочу быть тем же человеком, каким я приехала сюда. Очень гордый, с завышенной самооценкой. Знающий себе цену. Ни от кого я не завишу. Если от меня уходит, это не значит, что я буду забиваться в угол, плакать вечно. Плохо вы меня все знаете. И надеюсь, что я откроюсь для вас с новой стороны. Как сильное звено, как сильная единица здесь. И еще. Я люблю людей, которые говорят правду, которые мне не врут и не оскорбляют меня. Я не злопамятная, но в голове моей много мыслей остается плохих, негативных. Как, например, ты играешь, ты здесь не искренний человек, ты фальшивка. За спиной, можно сказать, меня поливает полностью грязью. Да, мне это неприятно. Мне неприятно, что молодой человек, мой бывший молодой человек, больше всего заботился не обо мне, как о бывшей девушке, который мне клялся и обещал, что он ни при каких обстоятельствах, он меня не оставит. Настенька, я хочу... Ну, просто вот это пуждение невозможно терпеть. И мой выбор... Почему ты выбираешь, Тимура? Я выбрала не молодого человека... Ты убираешь девушку, да? Тимура, которая назвала меня фальшивкой, игроком, которая оскорбляла меня за моей спиной. И большую роль в моем выборе сыграла один человек, с которым я был разговор. Какой? Став. Дианочка, подойди ко мне. Ты действительно яркая, ты действительно сильный, невероятно сильный человек. Я вижу, как ты изменилась, насколько чаще ты стала улыбаться. И ты помнишь, как я когда-то сказала, что если Диана начнет чаще улыбаться, значит, я свою миссию выполнила, и ты действительно что-то поняла и открыла в себе новое. И я этому очень рада. Если ты что-то хочешь сказать, пожалуйста, сделай это. Ну, значит, во-первых, Настя, я хотела бы сказать, что твой выбор сегодня был сделан просто для того, чтобы брать здесь самого сильного игрока, игрока, который тебе перечит, игрока, который переходит тебе дорогу. И честно сказать, вот честно, Настя, от тебя я действительно не ожидала, но в глубине души я отлично понимаю, что ты такой человек, ты намного слабее меня, ты это отлично понимаешь. Я еще раз говорю. Еще кому-то ты что-то хочешь сказать? Рома, Дина, надеюсь, действительно надеюсь, что у вас сложатся искренние отношения с обоих сторон. Рома, блин, действительно, вот желаю, честно, чтобы ты дошел до финала. Тима, Тимочка, мне на самом деле будет тебя действительно очень сильно не хватать. Кирилл, желаю тебе больше все-таки быть тем, кем ты являешься на самом деле. Женя, Став, надеюсь, что действительно у вас искренние отношения. Габи, Димит, тоже надеюсь, что у вас все будет хорошо. Ну что сказать, Настя, той поступок был низким поступком, поступком очень слабого человека. Да, там у нас были реальные терки, но потом мы с тобой просто реально подружились, реально я тебя даже поддерживала в тот момент. Я действительно искренне говорила всем людям, что мне действительно жалко тебя. Диана, ты вспомнил слова фальшивка? Что я делаю на камеру со Ставом? Да, блядь, Настя, вот реально, не надо стоять сейчас. Не надо сейчас стоять, сука, мне просто бесит вот ее взгляд. Не надо сейчас стоять вот с таким взглядом, как будто ты здесь пум земли, понятно? Королева, блин, еще бы сказала. Ребят, может вы что-нибудь хотите сказать? Я реально отношу Диане как к своему дитю, правда. Она такая наивная, открытая, совсем не злая и очень добрая девочка. Она умная, рассудительная, у нее вообще ничего плохого. Ее пьяный дебош, это у всех весь... Нижний брейк. Нижний брейк. Пьяный дебош, это наоборот весело, это ну никак... Плохого мне ничего нет. Действительно, мне будет вас не хватать, ребят, честно. Простите, если я что-то говорила не так, там что-то делала, я не знаю. Блин, я вас реально, ребят, я действительно вас всех люблю, Димит, я вас тоже люблю, честно, всех. Аплодисменты. И все, объятия, все самые теплые слова. Не забрасывай, представь, я приедусь, и не чувствую, что мы совместно. Слышите? Да, я вас люблю, ребят, это правда. Я понимала, что во мне сидит два человека, у меня было такое своеобразное раздвоение личности. Во мне была плохая Диана и была хорошая Диана. И мне очень часто казалось, что плохая Диана, ее уже слишком много, что я становлюсь все более циничнее, что я становлюсь все злее. И, если честно, только здесь я поняла, что на самом деле добра во мне больше, чем вот этой злости. Это действительно очень удивительное открытие о самой себе. И, если честно, и не забinden, что мне важно только три человека три девушки здесь которые хочу чтобы здесь остались и буду называть на я наверное думаю что он сам скажет эти уже сказал я знаю а в те три девочки ходила диана а ты ходила в это число нет по нему все равно здесь я не здесь ему вообще все равно хочу забыть знаете просто какие-то очень веселые хорошие моменты 10 дней дома ты мне угрожаешь это тебя не украшает правда просто просто по ты не заслуживаешь она дом не вот сейчас все поняла кирюш я не видел я просто взрыв мол я так говорю я не станешь при этом мнении мы сейчас я с ним поговорю а не динамы высыпаешь муф Что ты хрюкаешь, я не пойму? 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 Что ты хрюкаешь? Что ты хрюкаешь, я не пойму? Хрюкаешь, я не пойму? Хрюкаешь, я не пойму?